Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхзылась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живём по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать! Не высказать! Ещё раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете «Радио «Народная волна»» на частоте 14.30 АМ 99.1 ФН. Также на нашем веб-сайте «RadioNVC.com». Не забывайте заходить на нашей страничке в Facebook и, конечно же, на нашем канале в YouTube. Тоже называется «RadioNVC». А кроме того, напомню, что вы можете загрузить бесплатное предложение на ваш iPhone. То есть... Приложение так и называется «RadioNVC». И тогда, где бы вы ни были, в машине, в дороге, где угодно вы можете слушать ваше любимое радио. Ну, а те, у кого телефон платформы Android, вы точно так же можете через свой... Так как аппликейшн на Android ещё пока не работает, вы можете зайти, опять же, через интернет на нашу страничку веб-сайт radioNVC.com. И там слушать нас точно так же, как и все остальные. Поэтому не волнуйтесь, если ваш аппликейшн не работает, выходите на нашу страничку. Так, ну, я смотрю, наши радиослушатели из Израиля, из Москвы, отовсюду уже подключились на YouTube, слушают и комментируют довольно бурно. Спасибо большое. Всем шалом, привет, здоровеньки булы, ну и так далее. Да. Ты, наверное, уже упоминал о том, что Нижняя палата нашего парламента, местного, штатного, говорил уже об этом, проголосовала за изменения в Конституцию. То есть, там, пару недель назад Сенат проголосовал теперь, Нижняя палата. Ну, в этом никто не сомневался, поэтому... Да, 73, по-моему, человека проголосовали за... Ни один республиканец за это не проголосовал. Значит, дальше это будет внесено в избирательные бюллетени, референдум будет проходить. Необходимо будет набрать 60% для того, чтобы принять это решение. 60% жителей нашего Великого Штата или иной должны проголосовать за изменения в Конституцию. В этом случае у этих бандитов в Спрингфилде будут развязаны руки, и они уже нас поставят в любую позу, и ничего тут уже не сделаешь. Я думаю, что все те, которые бы голосовали против, уже уехали из этого штата, покинули штат, поэтому... Тем более, что они используют трики, как в свое время использовал Барак Обама, говорил о том, что с принятием закона Обама-Керр, вы сможете сэкономить, когда средняя семья сможет сэкономить две с половиной тысячи в год на страховке, то есть страховка сразу просто подешевеет сказочно. И оставить своего врача. И врача, и планы, в общем, все то же самое делает Шмак-Прицкер, говорит о том, что новый закон, причем рейты они не называют, сейчас они говорят, ну, новый закон коснется буквально 3% населения, вот 3% населения, ну и, конечно, все быдлячество поднялось, и говорят, давай, дави этих 3%, а потом всем, как вставят по самые, не могу, и будете визжать. Ну, слушай, наивные люди, ну, люди, прошедшие колледжи американские, вот я знаю, некоторые особо одаренные, верят свято в то, что говорит Брицкер, и вообще в то, что говорят политики. То, что говорят демократы. То, что говорят демократы. То, что говорят демократы. Потому что настолько красиво все обрабатывается, что невозможно, они поверили. Давай примем звонок, потом продолжим на эту тему. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Привет, Эли, по теме. Ну, вы знаете, вот есть мнение о каких-то геологических убеждениях, там, радиостанция, телепрограмма, телегазета и так далее. Я у вас какое-то время, лет 15-20, да, зацепен, господин, да, как, потом про господину Уайтова есть. Ну, короче, вот вы не фашистка, я, не, не размажьте руками. Но есть супремасистки, есть бритоголовские, есть неонансистки. Я за это время, и вы меня переубедите, что вы, как глава, профашистская, как минимум. Ну, давайте сначала... 15 лет, 15 лет, и поражаюсь вашим поклонникам. Ага, давайте разберемся. Вообще, смысл слова фашистки, фашизм, знаете, определение? Ну, о ком-то же говоря, либералы, дальше вы знаете, как, или демократы, вы дальше знаете, или республиканцы, дальше вы знаете, или неонацисты, вы дальше знаете. Ну, что, хорошо, хорошо. Потому что, говорит, с вами абсолютно бесполезно. Да, во-первых, надо определиться, вы должны немножко почитать книжки и поразмыслить, что такое фашизм, где зародился, как был осуществлен. Осуществлен, а то есть фашизм, это такое экономическое устройство, когда... Считаешь, его это интересует, честно. Нет, да. Ну, можно... Это человек, который... Он для себя уже давно все решил. Но это-то понятно. Ну, да. Есть еще другие, так, ну, может быть, не с таким клиническим случаем, но в принципе не понимаю. Он говорит о том, что мы его ни в коем случае не переубедим. Вопрос, а с чего он взял, что мы его даже собираемся переубеждать. Переубеждать не собирался, но хотел немножко... Да, Селёшка, вуку. Да, давайте послушаем что-то. Пожалуйста. Вы знаете, вы дайте ему номер телефона Феликса, чтобы они друг другу раззвонили. Потому что, как говорила моя бабушка, про него он Афгансен Коп. Да, это да, это точно. Афгансен Коп. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, первый этот слушатель сделал такое открытие, как говорится, Америки через форточку. Оказывается, поскольку вы отцов-основателей, значит, почтенные, уважаемые люди, которые основали Америку, были фашистами. Естественно. Это вообще, это уже, ну, ни на какую голову даже самую дурную не налезет. Ну, видите, налезла же. Оказывается, есть. Ну, вот единственное, наверное. Спасибо. И главное, что вы знаете дальше, вы знаете дальше. Что же, он сам ничего не знает, и вы знаете дальше. Ну да, понятно. Да, это называется, я же говорю, дальше следует пауза. А вы знаете, что я сейчас очень интересную вещь узнала? Оказывается, наш достопочтенный Трамп был первым иностранцем, который встретился с нынешним императором Японии. Да. Так что, в нашу, так сказать, на счет еще маленькие поинты добавлены. Ну да. С одной стороны, Азбургин, спасибо. Спасибо. А с другой стороны, это, как ее, господи, Меркл. Ангела. Нет. Которая жена принца Хэрри. А, 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 да, 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 Меган. Меган, Меган Меркл сказала, что она не будет встречаться с Трампом. Я вообще не представляю, как Трамп переживет. Нет, а ты мне скажи, ты куриц. Кто такая Меган Меркл, если от нее забрать принца, кто она такая? Ты знаешь, вот мы, я когда смотрел этот сериал, Сюц. Да. Да, Сюц, по-моему, да, там же она играла. Да. Из всех женщин, актрис, которые там играли, она была самой серой мышью. Ну, понятно. Хотя у нее роль вроде такая, одна из ведущих ролей. Но самое, что ни на есть серое, мало того, малоприятное. Ну, мягко говоря. Поэтому я, ну, тем не менее, вот она об этом заявила, и теперь демократы, либералы это обсасывают. Ну, я не знаю, как Трамп это переживет. Это же просто такой удар по области. Добрый день, Боря, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, не в сравнении, что эта поправка на референдию на прокате. Они ее так завалутируют, поставят тегатив, спросят, типа, повредит ли или инойство, если мы ведем. И все скажут да. И в связи с этим вопрос, в какой штат лучше всего валить? Уже Вискансин был хорошим, но там почему-то вот не понравился Вокер. Избрали демократа. Куда еще? Похоже, что какая-то часть вот Бори, Борисок, Тонконогих уехала из Иллинойса в Вискансин. И как результат они из... Переизбрали. Выбрали. Выбрали. Вокер был лучшим губернатором Америки вообще. Все времена, я так понимаю. И все равно его втянули. Как куда-то терминому кричитому. Иудею подать. Да-да-да, русские, эти, белые пришли, уря-уря, а красные пришли, уря-уря, грабят. Спасибо. Нет, да, действительно, это, наверное, потому что вот часть Иллинойса переехала, таких убежать. Это вот, мне всегда эти напоминают, вот такие люди напоминают этих исламистов, которые бегут от законов шариата, а потом здесь начинают протестовать, как это так, им не позволяют исполнять, так сказать, по шариату свои обряды, обычаи, законы и так далее. Вот эти тоже самые бегут. Довели штат постоянно на протяжении десятилетий, голосуют за одних и тех же бандитов, которые кормят рассказами, всякими баснями, и довели штат до ручки, потом из этого штата убегают, приезжают в другой штат и голосуют за таких же бандитов. Ну, как это объяснить? Я тебе скажу, потому что Америка большая, и бегать можно до конца жизни. Клинические случаи, клинические случаи. Так вот, значит, говорят о том, что это коснется всего 3% населения, ну, так продают они, это законно. А задурить вот таким голову, как Бориско, это несложно. Нет, ну, Бориско, там нечего дурить, начнем с этого, что там, понимаешь, дурить можно тогда, когда, вот, говорят, ты мне совсем уже мозги закрутил. Для этого нужно иметь, как минимум, мозги. Я не знаю, если Бориско, мозги, но вот понять то, что он хочет сказать, вообще довольно сложно. За вот много лет, когда он пытается дозвониться, я не помню, чтобы он хоть раз сформулировал хоть одно предложение, которое бы можно было, ну, однозначно воспринять как-то вот так или иначе. Вот, ну, вот это проблема, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, несмотря на всю эту дикую гибельсовскую пропаганду, рейд нашего президента растет. То есть в апреле он был уже 46%. В то же время, если сравнивать с Обамой, через два года его правления у того был рейтинг ниже, и, надо сказать, и у Джорджа Буша-младшего был ниже, ну и так далее. То есть все-таки нормальных людей с нормальными мозгами все-таки большее количество, чем наоборот. Поэтому будем надеяться, что в 2020 году мы победим, потому что победа Трампа – это победа этой страны. Дай Бог, ваши слова до Богу лучше, но вы знаете, вот это ваше сообщение внесло надежду все-таки, что оказывается у нас нормальных больше, чем Борисов. Одно то, что в 2016 году, несмотря на ту же самую пропаганду, выбрали Трампа, это уже говорит, что большинство американского населения – это нормальные люди, это американцы. Поэтому, собственно говоря, вот эта нелегальная иммиграция, этот кризис, созданный демократами тоже. Поэтому он существует, потому что им нужны криминалы. Все, все, все. Мария, 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 Мари, спасибо большое. Спасибо, 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 спасибо. Мария, спасибо большое. Давайте, да, мы дадим возможность еще людям. Добрый день. я хочу вас спросить о байдене что-то я не вижу чтобы его особо критиковали на его достижения политики китаем его достижения на украине нет ты знаешь я боюсь что демократы не позволят себе потому что это настолько говорит о коррумпированности коррумпированности предыдущей администрации это удар в целом по имиджу демократической парни я не думаю что они что они будут его за это долга него будут долбить за этот закон 94 года который подписал клинтон и так далее но за то что он сделался не тахил да вот за это него долбить будут но что касается реальных преступлений когда демократы традиционно клинтон будь то обамка будь то байден продают интересы страны безопасность страны наживаясь на этом они об этом не будут упоминать это в их традициях но говорить они об этом не буду они может быть и не буду ты понимаешь да что измене об этом тоже говорить не будет поверь мне кроме facts news об этом никто не скажет сегодня достаточно уже из консервативных медиаутлаз для того чтобы люди которые интересуются конь или конечно конечно вот скажи об этом вариски по таким борис камнем для него это цена я понимаю говорить можно ты понимаешь то есть понятно я имею ввиду что демократы об этом говорить не будут масс-медиа об этом говорить не будет за редким исключением за исключением консервативных там или независимых реально средств массовой информации что касается байдена а так вообще его сейчас не слышно потому что он вступил в президентскую гонку его рейтинге там на несколько поинтов на двухзначное число опережают сандерса поэтому байдену чем меньше он покажется чем меньше он будет выступать тем лучше потому что это как клинтонша помните в свое время клинтонша как только она выскочит на экраны рейтинге вжить вниз опять вроде молчит спрячется в норку забьется как мышь под веник рейтинги поднимаются потому что медиа при молится на нее рассказывает про нее всякие небылицы положительные то же самое про байдена кстати слышала выступление вот на мемориал день он там собрал небольшой орал и такого и как он сказал что трамп до сих пор уже два года прошло до сих пор пользуются теми благами которые по наследству достались от банды для пожалуйста добрый день господа этого звонок вы получили таких звонков интересно ребята я вспоминаю начнем с 60-х годов когда мы все еще жили в советском союзе когда барри голдоватер баллотировался на президента он был очень правый право право клон у как союзе называли но фашистов это фашист был а потом началось все это и продолжалось бегин пришел к власти это был фашист и фашист чем-то как леваки на западе жизнь детский то есть это и когда у меня когда я слышу что мнение или фашистов и советов одно и то же мне очень подальше и подозрения не только что в уме те кто звонят и либо или вообще не что-то соображает потом но мэр кхан это был самый главный фашист он был больше пошли чем любой чем его толка ария вышел вы не помните демонстрации в европе постоянно его с этими маленькими усиками как гитлер он был гитлер это их как это у него больше ничего нету ничего не будет вы понимаете ничего не будет вот это хорошее для страны и для своей страны не для всех стран а для своей страны они забудут фашистами нацистами и так далее так далее но это еще спребилы типа обама и клинтон и это величайшие люди на нашего поколения и века понимаете да мы продавали и придать стану до сих пор но вот эти глобалисты к сожалению не то что смириться но это один и тот же долго на протяжении десятилетий одно и то же одно фашисты все понятия не имею что такое фашист спасибо но я вам скажу поэтому сегодня в евросоюзе такая готова себя происходит потому что людям надоело вот вот этот строй глобалистов которые всех других называют фашистов только они правы люди начинают постепенно понимать что происходит постепенно ну у них там вообще беда с этими открытыми границами но вот это тот против чего борется трамп это что не понимают вот эти наши левые которые сидят и в комфортной ситуации обсуждают трампа обсуждают открытые границы он пусть они поедут европу поживут там я знаю месяца три-четыре вот в той ситуации с открытыми границами может быть пойму чего-нибудь ну или в южную африку или в южную вот это как раз достижение леваков по сути дела уничтожили страну пустили под нож сотни если не тысячи белых людей молодцы леваки либо радикальная андрея требея в африке победила спасибо вам вы хотите чтоб то же самое происходило и в нашей стране вот в чем принципиальная разница ну между вами вещающими и звонящими и обзывающими нас фашистами ну да мы фашисты мы расисты не это понятно не лишь мне это напоминает классный анекдот когда стоит постовой на посту ночью идет старшина этот часовой ему кричит старшина пароль то там или да иди ты уже слушай непонятно я второй год стою на посту пароль не меняется вот так вот происходит и у нас то есть уже сколько лет ничего не меняется все одно и то же те же слова те же выкрики те же лозунги все то же самое ну а новые появились массаженист ну да зенофоб зенофоб массаженист да 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 причем самое интересное что как только то есть если ты не дай бог открываешь рот и говори что в принципе любовь к стране к своей в первую очередь это неплохо тебя тут же называет фашистом кстати да ты слышал да там на одной радиостанции тоже позвонила одна женщина ну предложена была тема типа ну вот как вы относитесь к тому что вот геям уже не хотят печь торты ну и так далее да и позвонила одна женщина и сказала так по моему мы вообще движемся к фашизму потому что сегодня это не не продают торты или торты а завтра перестанут про где им вернее завтра перестанут продавать по цвету кожи а потом по цвету волос и так далее но какая станция такие у него мы движемся к фашизму то есть где фашизм где значит волосы это если бы если бы это женщина или там кому она звонила с кем она общалась имели хоть ну элементарные знания то они бы понимали что фашизм это контроль это то за кого вы голосуете господа леваки вы голосуете за демократическую партию которая пытается искать под контроль взять все абсолютно все аспекты жизни человека вот это и есть фашизм вот это и есть самый настоящий фашизм я не говорю что это национал социализм нет мы называете это демократическим социализмом но по сути это самый настоящий фашизм вы помните за время правления вашего любимого гениального президента сколько регулирующих документов выпустила его администрация и связала всех по рукам и ногам потому что контролировать такие вот люди ваши так сказать кумиры определяют сколько сон там какой размер бокала мы можем выпить там соды бутылка какая должна быть и так далее так то есть вот это и есть фашизм а то что делают республиканцы во всяком случае консерватив консерваторы они пытаются ограничить роль государства в жизни населения в жизни граждан а собственно об этом и была конституция написана для этого с этой целью чтобы ограничить роль государства знаешь многие люди путают две простые истины то есть они говорят да ну при фашизме же тоже была частная практика частный бизнес был единственное чем отличается социализм от фашизма частный бизнес был но и вам говорили как вы можете тратить деньги на каких машинах ездить когда и бизнес и вот это есть фашизм дело не в том какие у какого цвета ваши волосы или какая ваша сексуальная ориентация вы поймите этот и две большие разницы окей добрый день подождите давайте разберемся чем идет речь о том что выходе из демократической партии да по-моему да по-моему гей парень основал его гей гей парень молодой мужчина который очень интересный и к нему это я говорю об надежде потому что за первых три месяца к нему подписалось почти миллион людей и сейчас время от времени он дает интервью они уже так профессионально к нему и чернокожие артисты много чернокожих ну конечно вот эти все геи и лесбияны которые к нему подсоединяются которые не могли ни с кем поговорить и ну вы знаете как оно началось его просто заинтересовал вопрос почему сми это против сми борьба не только так а против сми что они врут что они выбирают выбрасывает из контекста все что они говорят и вот он начал сам разбираться и вот люди к нему подключаются и сейчас они делают такие большие ивенты и у них на компьютере уже профессионалы подсоединились которые делают им профессиональные запсайты и ивенты такие по несколько тысяч человек и в калифорнии и вообще по всей америке они сейчас ездят ездят они такие занятые я говорю много чернокожих артистов и слабости уже выступали вместе с ним просто то что они поддерживают и очень в принципе очень интересно спасибо вам огромное я обязательно я честно об этом не слышал но я обязательно это найду действительно я видела на факс первый раз выступал симпатичный парень такой по моему он стилист и естественно так сказать поддавшись пропаганде демократической партии он все время за нее голосовал он считал что республиканцы нам человек включил мозги в отличие от некоторых наших соотечественников которые не в состоянии включить ноги или просто за суд за отсутствием таковым кнопку он потеряли включил мозги проанализировал и говорит что нас используют просто что никакие наши интересы никто не отстаивает потому что то что предлагают скажем республиканцев вполне соответствует моим чаянием и так далее и и он как бы первый об этом сказал и действительно возникло такое что называется с самого низа это движение возникло и к нему стали так же как выход евреев из демократической партии но это может быть менее массовая чем ну я обязательно посмотрю потому что это уже спасибо большое за звонок мы буквально может быть через пару минут вернемся давайте послушаем рекламу после чего продолжим возвращаемся в программу народная трибуна телефон студии вы знаете восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль давайте примем звонки добрый день пожалуйста добрый день меня зовут любая еще на минутку об этом движении просто первый раз я его видела по моему так у такера больше года тому назад он еще такого он только сам начал это он сам создал этот сайт и он рассказывал о как он плакал он голосовал за хилари как он плакал как он устал в депрессию как все его так друзья товарищи геи ему звонили целый месяц что их там в тюрьму посадят что им там конец жизни что это что все такое а потом он начал смотреть сми и пошел на компьютер начал смотреть что целый эпизод и к этому он пришел почему и он задавался вопросами говорит кого я не спрашивал говорит никто мне все тихонько боялись никто ничего не говорил и поэтому он начал сам смотреть смотреть все эпизоды на компьютере и его потом это все возмутило и он сам а теперь он уже такой да они такие же крутые спасибо большое смотрела они уже серьезно ребята спасибо спасибо большое они уже хорошо занимаются спасибо добрый день пожалуйста в эфире добрый день я не знаю пока это движение называется боковой никого и боковой которая ваша служба говорила точно по силу него читал но я не знаю насколько оно большое я про него много пишет бен шапира но я не знаю насколько много людей она затягивает но я анатолий вы вспомнили шутку я вспомнил местную шутку к определение расиста или там нацисты или фашиста или гомофоба неважно кого это человек который выиграл спору демократа вас бьют палкой по голове вы расисты или вы машет перебы тянет и больше ничего нет спасибо же ну чтож cnn увольняет сотрудников клоун юзная орг да 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 я думаю что ну потому что он там за год теряет по 10 миллионов долларов да не уже все это вообще я думаю что некоторые русскоязычные средства массовой информации в нашем городе завели закончат точно так же потому что они они идут просто в кильватере cnn они ту же пропаганду несут они тоже называют нас фашистами и так далее то есть результат будет тот же самый потому что ну все-таки как сказала наша радиослушательница умных людей все равно вот я хотел сказать бы все же такие как борис умных людей всего больше ну а конечно на тех пять человек которые слушают навряд так у них на всех пятерых добрый день пожалуйста здравствуйте здравствуйте вы знаете я как-то недавно вес одного демократа ну моего клиента и спасибо так не означает а скажи какая разница между демократами и республиканцы вроде все богатые вроде все у них хорошо ну скажи разница что республиканцы хотят больше свободы и отделить давление государства было на всех меньше я говорю разве не все американцы что приехали сюда из Европы много-много лет назад там я хочу разве не все люди этого не хотели и парень просто чисто замолчал и вот так понял ну конечно замолчал это еще твое счастье что он тебя не назвал опять же зенофобом или фашистом гомофобом и так далее ты понимаешь мне как-то до спины все как бы он меня назвал ну я понимаю что тебе все равно ну просто было интересно просто не даже спросить а просто еще и уколоть его в глаза понимаешь вот он за спины урта доказывать какие они хорошие а республиканцы плохие понимаешь и мне просто захотелось просто человеку не просто ну уколоть ну ты его позлил испортил ему настроение на весь день ну и слава Богу ну не всем же это самый праздник должен быть ну да спасибо спасибо давай давай вот наши радиослушатели которые слушают нас через ютюб пишут что существует в оквей движение существует один год наблюдая за ним примерно полгода а у них там 113 тысяч подписчиков на сегодняшний день день вот на этом веб-сайте и это говорит очень интересно слушать этих людей 11 тысяч это су то есть чем если они активны и если они голосуют я боюсь что вот это затея которую протолкнул прицкер для того чтобы еще раз ободрать средний класс а поверьте мне не три процента попадут под этот молот попадут все просто все потому то что они говорят это врут типичная ложь для того чтобы продать свою затею не интересует его средний класс они же понимаете но не могут же люди быть настолько тупыми чтобы не видеть что их политика приводит к краху к финансовому краху штат не могут они не понимать что благодаря их политики из штата уезжают люди уезжает средний класс из штата уходят бизнес и или вы думаете они этого не знаю знают понимает на чуть не сказал да я понял потому что задача одна остаться у власти задача одна не оторваться от этой кормушки и награбить как можно больше я не понимаю я не понимаю одну вещь логически хорошо они избавились от среднего класса они избавились от богатого класса да они остались у кормушки в которой корма не и дальше что корм будет потому что куда сейчас скажу давай потому что все равно какая-то прослойка среднего класса все равно будет о а поскольку а поскольку если изменения конституции примут это откроет им широкие ворота для того чтобы повышать налоги до бесконечности и будут терпеть люди которые там по разным причинам давай нарисуем картину и если никто не держит но смысле если у человека нет каких-то привязок если нет обстоятельств которые ему его держат в этом штате они уезжают но есть люди которые по разным причинам не могут уехать из этого штата когда не будут гнуться 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 их будут нагибать 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 и обдирать смотри давай постараемся нарис обрисовать картину ну вот вот этой последовательности для тех которые считают что пострадает только три процента богатых ну и черт с ними сначала начнут гнуть богатых эти богатые погнуться погнуться обогнуться и скажет не ребят вы нам надоели америка большая есть еще штаты где нам всегда будут рады и переезжают в эти штаты остаются теперь средний класс и бедный понимаешь вот те бедные они думают что их это не коснется в них не хватает мозгов чтобы подумать что это коснется их в первую очередь а те которые это делают им наплевать и они они в шоколаде они по-любому в там раз в месяц или два раза в месяц приехал в спрингфилд получил а получают зарплату постоянно и да и уехал и потом пенсию пожизненно будет получаешь им наплевать они все равно в шоколаде а еще пока они у власти они еще делишки какие-то крутят там с профсоюзом с тем с этим им наплевать поверь мне абсолютно наплевать их это не коснется добрый день в эфире а вы знаете я слышала рекламу вот этого безобразия изменения конституции а они ведь уже сейчас говорят не о 250 тысячах а 69 они заявляют что те у кого доходы меньше 69 тысяч совершенно не пострадают их налоги не изменятся только для начала а потом вообще все кто платят налоги будут отвечать за свои деяния потому что закончатся те которые между 250 и 69 а их всего три процента по их собственно они себе зарплату поднимут конечно ну в общем они найдут как компенсировать так что все понятно вот даже если обложить там поднять 799 на эти три процента это никаким никоим образом не решить наших проблем пока не будет почему бы не включить вот в этот в референдум вопрос о реформе пенсионного обеспечения для государственных служащих что является на самом деле самой большой реальной проблемой согласие и не реформировать до штат из этого дерьма финансового никогда не выкарабкается у меня есть я поставил вопрос немножко по-другому фейсбук вопрос мой такой хорошо мы все что мы слышим от демократов это увеличить текст увеличить тексты для того чтобы создать то есть сбалансировать бюджет почему мы абсолютно ничего не слышим от того же притскера о том что нужно в первую очередь сократить расходы а потом оставшуюся сумму нам уж перекрыть потому что понимаешь ведь коррупция ведь что является основой коррупции это бюджет это доступ к бюджету это распил бюджета это право принятия решения это ограничение к которые можно вводить как это возможность запрещать или разрешать что-то и бюджет который можно пилить раздавать своим друзьям получать откаты в прямую или скрытые или как-то и так далее и как ты думаешь вот эти упыри которые собрались медиган притскер они добровольно сократят свою возможность распоряжаться деньгами или бюджетом скажем 100 миллионов или бюджетом 30 миллиардов сколько можно раздать своим друзьям не себе напрямую в карман а раздать своим друзьям так сказать и да ну почему вот те же демократы которые избирают почему нет за один по моему один по моему единственный демократ который проголосовал против это кэролл фамилии которого они давили реклама шла звоните кэролу пусть он он все-таки не сломался и не проголосовал остальные не возникает вот этого вопроса то есть люди которые вроде бы аккаунта туда которые умеют балансировать дебет с кредитом ни у одного человека этого конституция нашего штата запрещает принимать бюджет несбалансированный то есть в конституции однозначно записано бюджет должен быть сбалансированным то есть доходы и расходы должны быть сбалансирован и десятилетиями этот мафиозник который там сидит и дергает за веревочки который потихоньку управляет этим штатом он сидит там уже 40 с лишним лет самый долгослужащий государственный чиновник майк мэдиган самый большой долба этот долгослужащий да 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 и он вот таким образом управляет этим штатом он стал миллионером они поднимают налоги его фирма занимается тем что отбивает налоги на прапорте то есть он обслуживает эти большие билдинги которые в чикаго с этом налоги то колоссальные заработал на этом миллионы человек заинтересован в том чтобы пропорте текс рос постоянно с тем чтобы его фирма могла зарабатывать миллионы чтобы он мог положить себе в карман миллионы не подавится ведь упыть не подавится знаешь я бы очень хотел давай прим зона потом разберемся добрый день в эфире здравствуйте вот вы правильный вопрос подняли почему не говорят что надо уменьшать расходы больше того они увеличивают расходы у нас ведь сень через сити это значит десятки а может быть и сотни миллионов идут на этих нелегальных иммигрантов и плюс естественно почему растут вот эти расходы для на учителей что они выпускают лучших студентов у нас очень низкая успеваемость и и 47 место в штате один из самых плохих у нас финансово по финансовой нестабильности штат на самом последнем 50 месте ну и так далее так что это просто мафия самая настоящая и еще хочу сказать то что они говорят что они на на богатых увеличат налоги я не верю и скажу почему потому что богатые всегда голосуют за них а почему они голосуют там что у них есть луп холл когда они платят налоги они не платят то что на то что говорят нам сейчас вот эти самые демократы прицкеры и так далее да спасибо большое я вам скажу еще такую вещь вот смотрите я никогда не не злорадствовал человеческому горю но наши вот некоторые радиослушатели которые нам все время задают вопрос а чего вы плачете чем вам этот штат не угоден и так далее я вам скажу такую вещь я плохого ничего не желаю но я желаю долголетия и дожить до того момента когда человек убедиться в том что мы были правы когда вот у него переполовинят его бенефиты его медики его какие-то другие программы условия и этот человек но тогда уже будет поздно но вот тогда этот человек может быть поймет что все таки действительно вот все вот эти понятия вообще ни о чем что то что он пытается то чем он пытается нас уколоть это все вернется против вот людей с низким доходом на пенсии с доходом от social security так далее вот же от против чего мы пытаемся бороться и объяснить что против этого нужно голосовать они просто сесть сложить лапки и и дальше что а дальше хитро мудрый обама помнишь кинул клич перед выборами поддержи брат или что такое такую программу придумал я в гетто там чтобы они там какие-то министерс были какие-то брали шеф статану же такой да и миллионы туда бух на самом деле эти миллионы использую для того чтобы афроамериканцы пошли и проголосовали то есть да организаторы получили деньги подняли массы и сели в автобус и поехали каруселить по кругам голосовать вот тупо просто тупо купили голоса избирателей я боюсь что вот вот так же произойдет голосование в двадцатом году по этому референдуму люди когда слышат какую-то халяву они абсолютно действительно отключают разум просто такое впечатление как будто ну ну сколько можно раз обжигаться на том что вам говорят одно а выдают совсем другое ну сколько это обама керр которую сегодня люди боятся потерять потерять а чё а что вы теряете вы теряете ваши семитысячные эти дедактаблс дедактаблс вы теряете факт того что вы не можете попасть на приемник одному врачу который бы действительно вам чем-то помог что вас перебрасывают на каких-то непонятных понимаешь люди которые так сказать славу слава богу здоровы но имеют возможность там по дешевке купить какой-то вот они как бы счастлива и все пока пока жареный петух не клюнул я не вообще не присоединяя когда бы так начинал начал сталкиваться вот с этими всеми делами та компания вдруг исчезла с маркета та компания исчезла спалку смотришь на маркете две компании чего выбирать спрашивает а в некоторых штатах по одной компании буквально две-три минутки осталось значит 675 дней проводил расследование банда маллера допросили 500 свидетелей потратили чуть ли не 30 миллионов долларов наших с вами денег в итоге но as a fish and evidence нет достоверных улик подтверждающих не в кооперацию администрации там или компании трампа с русскими так далее и все-таки этот подлючий выход сегодня маллера во время отсутствия президента во время отсутствия бара подлючий выход это такой как бы пич в сторону демократов давайте импичмент давайте паника среди этого ублюдского сообщества которые все удивительно либералы всегда костерят пушкина пушкина путина по делам потому что действительно это такие как губистские методы и по делам я с ними в этом согласен но когда ваш любимый президент использует налоговую службу вы я помню то как некоторые либералы так сказать страдали от того что ходорковского посадили и причем за этим за налоги налоговое управление нам приняли налоговый закон задним числом обвинили его что он украл заднешь задним числом а когда обамка использует налоговую службу против консервативных неправительственных организаций это вас вполне устраивает когда обамка использует фбр сиарей nsa против оппонента политического это вас тоже вполне устраивает так кто из нас фашисты ну-ка скажите мне бориска обрезка этого не понимает уже этого не знаю ни у мозгов нет он не знаю ни информации не волосков не помню слушает русскую cnn которая рассказывает другие вещи так вот в панике бьются в истерике потому что жареным запахло потому что это не просто не этическое поведение а это пахнет криминалом это пахнет криминалом мышь сегодняшний выход малыра это был это такой всплеск это очень ну малар во первых малар дергают за веревочку потому что он в дерьме повязан вместе с клинтонами по уши конечно полную вместе с коми с клинтонами ураниум ван там бостонские дела эти помнишь ли то есть у малара рыло в таком пуху что клеймания где ставить и поэтому так сказать его дергают за веревочки потому что клинтон же рассказала если меня не дай бог я тут за собой весь вашингтон потянули она не шутила и она не шутила поэтому они его подковыривают потом через эндрю вайсман этом дергают его эндрю вайсман пишет тексты для этого report составляет в общем и это такой очередной пинок чтобы подтолкнуть пилоси чтобы на нее сейчас я уверен частно демократы начнут давить на пилоси с тем чтобы они объявили импичмент для чего это дело ну понятно что импичмент никуда не пройдет они пытаются незаконно заполучить всю информацию там с анализов кала трампа когда он ходил в детский сад и по сегодняшний день и это незаконно и так сказать возникает спор между законодательной властью исполнительной властью для этого есть суд чтобы разрешить эти противоречия это их не устраивает им нужно как можно быстрее как можно больше перелопатить и стратить опять же наших денег потому что они наймут кучу гнилых лаеров которые будут копаться в этом дерьме искать что-нибудь не не преступление нет но хоть какую-нибудь грязь которую можно мусолить на cnn там я не знаю 1240 в общем всякую всякую такую вся чину им это нужно и вот чтобы получить доступ к этой информации они должны объявить импичмент тогда они могут приглашать сторонних лаеров которые будут устраивать допросы всем свидетелям на слушаниях то есть импичмента не будет но они будут копаться в дерьме в грязном белье искать и вот все это ради этого и с тем чтобы заставить пелоси пойти на это выступил малор после этого на неё будет оказываться давление со стороны лего радикального отребья на это расчет друзья мои к сожалению времени больше не осталось